Всем привет! Сегодня мы продолжаем с вами создавать бусы. И это будут бусы с применением пластов, которые у нас получились в прошлом мастер-классе. То есть пластов Макумы Ганы. Вот такие вот удивительные срезы у меня получились. И я сейчас буду эти срезы использовать для того, чтобы создать красивые оригинальные бусинки. Нам понадобится также, естественно, лезвие, скалочка или паста-машинка для удобства раскатки. Возможно, понадобятся кусочки бумаги, каттеры. Я взяла вот такую вот круглую форму и форму вот такой лампочки. Можно взять абсолютно любые. Я покажу, для чего они используются. И думаю, что вы догадаетесь, чем их можно будет заменить, если вдруг у вас нет. И любой ненужный кусочек глины. У меня это вот такие остатки. И их именно я буду использовать. Также вы можете взять на всякий случай зубочистку, если вдруг глина у вас будет прилипать. И обязательным условием в данном случае является рабочая поверхность. У меня это стекло. Я именно положила стеклянную поверхность поверх своего рабочего коврика. Потому что здесь стекло играет не последнюю роль. Поэтому, если у вас нет стеклянной поверхности, поищите какую-нибудь пластиковую поверхность. Или такую, к которой глина будет хорошо прилипать. Поэтому в данном случае это будет очень-очень важно. И на бумаге, естественно, я работать практически не буду, когда буду вырезать бусины. Сейчас мы все увидим. Итак, поехали. Ну что ж, я раскатала пласт из остатков полимерной глины. Пласт у меня где-то 1 мм толщиной. И теперь я разрежу этот пласт на кусочки, чтобы мне было удобнее просто с ним работать. Возьмем пока что один кусочек, остальные я отложу. И на этот кусочек мы накладываем наш красивый рисунок. Выбираю срез, который мне больше всего нравится. Накладываю его. Все вот эти маленькие мелкие кусочки тоже подбираю и присоединяю. Потому что они тоже создадут очень красивый рисунок. И теперь вот этот пласт я прикатываю к основе. Можно это сделать скалочкой. Либо вы можете тоже прикатать на пастомашилке, для того, чтобы все легло достаточно ровно. И толщина сохранилась самого пласта тоже где-то 1 мм. Я подкатаю на пастомашилке. Скатала наш пласт и сделала сразу вторую заготовку аналогичным образом. Эту заготовку я беру и немножко обрезаю излишки. Для того, чтобы у нас остался только цветной слой. Обрезаем, чтобы максимально срезать все лишнее. Вот такой слой у меня получился. Его я переворачиваю и картинкой накладываю на стекло. Немножко разглаживаю. Теперь второй пласт. Чтобы использовать второй пласт, мне понадобится каттер. Я взяла каттер круглой формы. Вы можете взять абсолютно любой каттер. Если у вас есть ромбик, щит или еще какой-нибудь, берите. Если вообще нет каттеров, то вы можете сделать либо их самим, либо взять какие-нибудь пропочки от киндера, допустим, или от каких-нибудь гелей, шампуней и прочее. В общем, все-все-все. Без разницы, что вы возьмете. Итак, опять же, наш пласт я немного подрезаю, чтобы вот эти некрасивые места, которые без рисунка, у нас ушли. Рисунок максимально оставляю. Вот так вот. И теперь беру нашу формочку, беру наш пласт, и та сторона, которая острая, которую мы прорезаем, прямо на нее накладываю наш пласт. Вот таким образом. И начинаю его аккуратненько продавливать внутрь. Так делаются полые бусины. В принципе, я думаю, что как сделать крупные полые бусины, уроков предостаточно в интернете. И этот способ я буду использовать как раз для создания своих бусин. Но в моем случае это не последний этап. То есть я вот так вот аккуратненько укладываю, и осторожно вот так вот прокручиваю, как бы продавливаю внутрь, но не прорезая. То есть по краям у нас прорезов быть не должно. Но для того, чтобы у нас пласт нижний не выгнулся, нижний слой должен быть не менее 1 мм. То есть потолще даже можете делать, для того, чтобы у нас нижний слой не прогнулся. Здесь же я как бы вот так вот расширяю аккуратненько. И вот что у меня получается. Такая вот воронка, тарелочка. Теперь я беру полученную вот эту вот форму, и прямо не снимая со стекла, вот на этот пласт, вот так вот переворачиваю. Вот. Приметили, чтобы у нас никаких дырок, зазоров не было по кругу. И теперь продавливаем. Аккуратненько прокручиваем и снимаем. То есть видите, когда вы делаете на стекле, каттер сам, он снимается прекрасно, а сама форма прилипает. Вот таким образом получается полая бусина. По идее, ее в таком виде, прямо на стекле, лучше всего и выпекать, если вы, допустим, решили сделать крупные полые бусины. Я же продолжаю работать над данной бусинкой. Я беру каттер вот такой вот формы. У меня это лампочка. Вы тоже можете взять либо какую-нибудь такую же форму, либо можно взять просто кружочек меньшей формы. Пожалуйста. В общем, все, что у вас есть. Можете взять квадратик, тоже будет интересно, думаю. И теперь этим каттером я буду вырезать наши бусинки. То есть это не бусина, это у меня заготовка для бусины. Теперь я беру нашу лампочку и в произвольном порядке я вот так вот вырезаю маленькие бусинки. Продавливаю очень осторожно, чтобы воздух у нас оставался вот в этих бусинах. Вот видите, что у меня получается. Поворачиваем. И тоже под каким углом я давлю, без разницы. Пусть они будут разные. В принципе, такая моя задумка, чтобы все эти бусинки в итоге получились немножко разные. Бусины продавливаем до конца и убираем. Продавливаем и убираем. То есть видите, получается абсолютно разные бусины. И последняя будет у меня вот такая. Так, теперь я аккуратно снимаю их, беру лезвие и снизу подрезаю. Берем бусинку. Давайте для того, чтобы вам хорошо все было видно, я возьму белый цвет. Белый листочек вернее. И на листочек прямо буду ее укладывать. Вот такая бусина вышла. Если вам что-то не нравится, то вы можете взять каттер и где-то ее немножко подровнять. Для того, чтобы она была более там пухленькая. Во-первых, вы когда вот так вот делаете, вы выгоняете лишний воздух. Или как-то немножечко сформировать, ей придать другую форму. У вас получается вот такая вот маленькая пухленькая бусинка. Точно так же я сейчас обрабатываю остальные бусины. То есть снимаю с поверхности. Вот у меня получилось. И вот здесь мне не нравится, что она немного какая-то приплюснутая. Поэтому я беру каттер и вот так вот обрезаю. Вот. И она у меня становится такая пухлая. То есть излишки я обрезаю. Получаются они где-то небольшие, максимум 2 сантиметра. И все разные. Получаются такие камушки. Они очень будут легкие, эти бусины. Если что-то не нравится, то подрезайте. Если бусинка сразу у вас сформировалась в то, что вы себе представляли, в то, что вы себе хотите, то можно ее даже не подрезать. Я подрезаю, так как мне где-то что-то не нравится. И я хочу срезать эти лишние моменты. И вот такие вот пухлые бусины у меня получаются. Точно так же я сейчас сформирую бусинки из оставшихся пластов нашего Макумы Ганы. И эти бусины я буду запекать. Вот такие совершенно разные бусинки у меня получились из одного, в принципе, блока Макумы Ганы. И теперь я отправляю эти бусинки запекаться. Вот прямо в таком виде, прямо на листочке. Запекаю я бусины при температуре 110 градусов в течение 25 минут. Бусины запеклись. Вот так вот они выглядят в запеченном виде. И я дождалась, когда они полностью остынут. Теперь мы будем делать в них дырочки. Для этого мне понадобится сверло. Такое обычное ручное у меня сверло. И сразу я возьму такие длинные спицы, на которые я буду нанизывать наши бусины для последующего покрытия лаком. Также я отложила две одинаковые примерно бусинки. С разными, конечно, рисунками они у нас будут. Для того, чтобы сделать сережки-гвоздики. И сейчас в первую очередь я возьму и приклею фурнитуру. Чтобы пока мы высверливали дырочки в бусинках, фурнитура у нас хорошо приклеилась. Я беру клей. Извиняюсь за такой свой страшный клей. Но ничего страшного. У меня немножечко, так скажем, подтек. Намазываем на гвоздик. Аккуратненько. И прижимаем гвоздик к нашей будущей сережке. Вот так. И оставляем. И второй гвоздик аналогично. Намазываем клеем. В принципе, здесь подойдет любой абсолютно супер клей. Потому что мы сейчас будем еще и раз фиксировать. Так. Наши... Будущие серьги. Поэтому сейчас это будет просто первый этап. Даже если слишком сильно не приклеится, ничего страшного. Ну, допустим, если вы не очень уверены в своем клее. И вот в таком виде я их откладываю, чтобы они полежали и клей приклеился. И займусь теперь бусинами. Когда вы сверливаете бусины, не нужно слишком сильно давить. Делайте все аккуратно. Я беру бусинку и начинаем сверлить. У меня сверло диаметром где-то около 1 мм. И мы должны сделать сквозное отверстие. Вы можете сделать его вот здесь. Можете сделать вот здесь. Можете сделать вот так. То есть тут разные варианты. Я хочу сделать вот такое вот отверстие в этой бусине. Поскольку бусины у нас немножко разные. То, соответственно, будут... Они у нас скрепиться тоже не одинаковыми сторонами. А немножечко, так скажем, интересно сдвигаться. Так. С одной стороны и с другой стороны. Аккуратненько просверливаем. Внутри бусина полая. Поэтому вы почувствуете, когда сверло у вас утопает в ней. И вот что выходит. Беру теперь иголочку и аккуратненько протыкаем бусинку насквозь. То есть вот так. Я беру в данном случае иголочку, а не зубочистку. Потому что деревянным зубочистком, когда мы будем покрывать лаком, очень сильно прилипает лак. И поэтому потом достаточно тяжело ее извлечь. А вот на таких спицах лак не задерживается. И достаточно удобно будет потом бусину снять. И таким же образом я сейчас досверливаю отверстия в оставшихся бусинках. И нанизываю их на наши иголочки. Впоследствии я буду их покрывать лаком. Бусин готов к покрытию лаком. Но прежде я доделаю крепление на сережках. Для того, чтобы я была уверена, что гвоздики у меня не отпадут, я беру FIMO гель. Он более прозрачный, чем скальпи. И вот таким образом заливаю наш гвоздик сверху. Аккуратненько. Заливаем так, чтобы попало и на металл, и на глину. И еще сюда немножечко. В принципе, небольшой достаточно расход. Но в таком случае я буду уверена на 100%, что мои гвоздики не отпадут. И в таком состоянии я их сейчас ставлю запекаться. Период запекания полный. То есть 25 минут. При температуре 110 градусов. И уже после этого я и сережки смогу покрыть лаком. Для покрытия бусин лака мне понадобится кисточка. Естественно, сам глянцевый лак. И вот такой вот блок спинопласта, в который я обычно втыкаю зубочистки, либо бусины можно втыкать на иголочках. И очень удобно они держатся. Итак, я беру наш один такую шпажку, шашлычок, на котором у нас есть бусины. Открываем лак. Покрыть можно в один слой. Можно покрыть в 2-3 слоя. Я покрою в 2 слоя, потому что я хочу, чтобы мои бусины были с таким эффектом, прямо мокрым, мокрым эффектом. Поэтому я покрою в 2 слоя. Если вы хотите только чуть-чуть глянца, то можно покрыть в один слой. И думаю, что будет достаточно. Бусинку покрываем со всех сторон. Слишком много лака тоже не лейте, чтобы некрасивых подтеков на бусин не оставалось. Лучше покрыть несколькими слоями тонкими, чем сразу залить всю бусину и, естественно, ничего не получить. И вот такие уже глянцевые бусины у нас встают с интересными, необычными рисунками. Вот так вот я вставляю в пенопластину. Упс! Летает. Ничего страшного. Вот так вот вставляется в пенопластину, и она уже надежно закреплена и никуда не выпадет. Точно таким же образом я сейчас покрываю все мои бусинки. Аккуратно. Каждая бусина получается уникальна и по форме, и по расцветке, и по расположению в них даже отверстий. Так что все-все-все до единой бусинки здесь будут получаться просто невероятными в том плане, что они все абсолютно разные. Каждая имеет свой уникальный, необычный, красивый такой рисуночек. Благодаря технике Макумы Ганы. И я продолжаю покрывать бусинки. У меня подсохли, и я их аккуратно снимаю с иголок. Вот таким образом они у нас аккуратненько снимаются. Лицевую сторону я покрыла дважды лаком. И вот у меня получились еще сережки. Я их тоже покрыла лаком. Вот такие маленькие, миленькие сережки с разными узорами у меня вышли. На сережки я сразу надеваю заглушки. Я предпочитаю силиконовые, не металлические. По мне так они намного надежнее держатся. И вот такие вот серьги-гвоздики у меня получились. Очень похожие на такие интересные камушки. Из бусин же мы сейчас будем делать с вами, естественно, бусы. Итак, для того, чтобы собирать, мне понадобится ювелирный тросик. Если у вас нет тросика, вы можете использовать обычную леску. И мне понадобятся вот такие маленькие бусинки. Вообще это кремпы. Можно взять обычный бисер любого цвета, какого вы хотите. У меня это кремпы, которые похожи на такие металлические шарики. И я начинаю собирать мои бусы. Беру наш ювелирный тросик. Он у меня не очень толстый. Сейчас посмотрю, 50 метров. 0,3 мм. 0,3 от миллиметра. Это его толщина. И теперь я аккуратненько надеваю на наш тросик две бусинки. Дальше я надеваю любую из бусин. Можно предварительно разложить бусины в том виде, в каком вы хотите. Я надеваю, в принципе, в произвольном виде бусинку. Вот она прекрасно проходит. И продвигаем. Дальше мы снова цепляем две бусинки. Одна, вторая. Ювелирный тросик достаточно жесткий. Он не перетирается со временем. Поэтому я использую его именно для этой цели. Также можно заменить его достаточно такой толстой леской. Тогда она тоже не будет ни перегибаться, ни перетираться. И все у вас будет на месте всегда. И вот таким вот не сложным совершенно образом я собираю пока что полностью все мои бусинки. То есть чередую две металлические бусинки и бусину, которую мы сделали. У меня получается вот что. То есть вот таким вот образом собираются две бусинки, большая бусина из макуме. Главное не переверните, чтобы они все у вас лежали лицевой стороной к вам. И точно так же я продеваю все оставшиеся бусины. Я нанизала все бусинки. Вот такие бусы у меня получаются. И теперь осталось только закрепить концы. И я закрепляю их следующим образом. Я беру вот такую штучку, которая называется кримп. Надеваю ее. Затем беру одну из бусинок. Надеваю. И в эту бусинку, как бы вокруг нее, втыкаю снова леску. То есть вот так вот как бы затягиваю. Затягиваем бусинку хорошенько. И кончик лески обратно просовываю в кримп. Так. И подтягиваю так, чтобы бусинка оказалась внутри этого кримпа. Вот таким образом. То есть затянули покрепче и просунули внутрь кримпа. То есть получилось, как такая жемчужинка в ракушке. И теперь зажали наш кримп. Вот так вот. Полученный кончик я пропускаю через две бусинки, которые у нас уже нанизаны. Так. Подрезаю кончик. И оставшийся кончик прячу в бусинку. Вот таким образом. Можно немножечко себе иголочкой помочь. Так. И продеваем. Аккуратненько подтягиваем. Вот так вот аккуратно у меня получился оформленный конец. Теперь все бусинки пододвигаем. И аналогичным образом закрепляем второй конец наших бус. Второй кончик я аналогично обработала. И теперь осталось только подвесить удлинительную цепочку и колечки. Я беру колечко. Разгибаю его. Просовываю. И с одной стороны я присоединяю замочек. Карабин. С обратной стороны я беру колечко. Разгибаю. Просовываю в петельки. Подцепляю кусочек цепочки удлинительной. Хорошенько колечко закрепляю. Чтобы ни цепочка не спала, ни само колечко. И к обратной стороне, опять же с помощью колечек. Отгибаю колечко. Подсоединяю ко второй части цепочки. И на цепочку я хочу приделать вот такую черепашку. Будет мило смотреться. С такими своеобразными камушками, бусинками. И закрываю колечко, чтобы моя маленькая черепашка никуда не делась. И вот такие бусинки у меня получаются. Бусинки очень легкие. На шее смотрятся просто великолепно. И вот что у меня в итоге выходит. Вот такие вот интересные бусинки, камушки. Они действительно очень-очень легкие. Поэтому такие бусы можно носить вообще целыми днями. Даже не чувствовать, что у вас на шее что-то надето. И вот такие вот сережки, гвоздики у меня получились. Очень красивая техника Макумаганы. Можно получить уникальные раскраски. Уникальные рисунки. И благодаря вот такому использованию техники пола и бусины можно получить очень интересное украшение в виде бус, в виде сережек. Также можно сделать в комплект браслет, если вы хотите. Я надеюсь, что данный мастер-класс вам понравился. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте мне их под видео. Всего всем доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok